В этом видео мы посмотрим, как выглядят методы доставки по России. Здесь в списке у нас созданы зоны доставки, местная доставка и доставка по России. С правой стороны отображаются методы доставки. По Санкт-Петербургу в моем случае местная доставка это Санкт-Петербург. У меня есть самовывоз от метро такого-то, доставка курьером бесплатная и доставка курьером платная. Далее по России я настроила почту России. Почту России «Ценная бандероль первого класса» и ЕМС. Давайте посмотрим, как это работает. Перейдите на сайт, далее перейдите в корзину, спуститесь ниже, перейдите к оформлению заказа и предположим, что наш покупатель из другого города, например, Нижний Новгород. Следите внимательно за изменениями в правой стороне в блоке «Доставка». Итак, я выбираю из списка Нижний Новгород. Начинается обработка информации и подсчет стоимости доставки. Итак, для Нижнего Новгорода из Санкт-Петербурга будет доставка Почтой России 439 рублей, Почта России «Ценная бандероль» 664 рубля и ЕМС 378 рублей. Также указывается количество дней на доставку. Давайте еще в этом видео посмотрим, из чего складывается сумма доставки. Первое – это сама, собственно, стоимость услуг Почты России или ЕМС. Второе – когда мы настраивали… Давайте перейдем снова в Россию, нажмем «Изменить». И когда мы настраивали методы доставки, например, Почта России, давайте нажмем «Изменить», «Редактировать», то здесь мы указывали наши затраты, которые нам потребовалось для того, чтобы добраться до почты и так далее. Здесь вы можете указать ноль, но вот в данном случае эта сумма была посчитана. Далее, стоимость одной упаковки также была добавлена. И вес. Вес тоже учитывается для расчета. Еще второй момент. Когда мы создавали товары… Давайте перейдем в товар, который у нас попал в корзину. Откройте корзину и перейдите по ссылке по названию товара. Нажмите на ссылку «Изменить товар» вверху на черной панели. Пуститесь ниже к настройкам. И здесь, когда мы создавали данную страничку, мы заносили информацию во вкладку «Доставка». Здесь также мы указывали вес. Вес товара. Вот этот вес тоже учитывается. В моем случае вес данного товара 100 грамм. И если мы перейдем снова в корзину, давайте перейдем на сайт, перейдем в корзину, то в данном случае в корзине у меня отложено данного продукта 5 штук. 5 штук, каждый по 100 грамм. Это получается 500 грамм. Плюс упаковка 100 грамм. Это уже 600 грамм. Давайте поэкспериментируем, как поменяется цена, если я уменьшу количество товара в корзине. Например, до 3. Обновим корзину. Дальше перейдем к оформлению заказа. Спускаемся ниже. Здесь у нас сейчас отображается, если вы обратили внимание, доставка по Питеру, то есть по Петербургу. Сколько будет стоить по Петербургу? Потому что здесь уже указан адрес Санкт-Петербург. Давайте мы его поменяем на что-нибудь другое. Например, Нижний Новгород, как мы пробовали в предыдущий раз. И смотрим. Смотрите, как сильно изменилась цена. То есть Почта России была 400 с лишним рублей. Теперь вес у нас меньше и стоимость всего 285. Почта России ценная Бандероль 475 рублей и ЕМС 360. Вот так влияет вес на стоимость доставки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова